Новый дом вокруг старого построить можно, жизнь часто подкидывает сельским жителям непростые задачи. Обычно это делается в таком случае. Старая изба развалилась, надо ее сносить и строить новый дом. Но другого жилья у хозяев нет и на время строительства перебраться просто некуда. Или они понимают, что стройка затянется на долгое время, опять же знакомых или родственников не хочется обременять своими проблемами. Поэтому и принимается решение возводить новое строение вокруг старого. Да, это сложнее, чем строить на чистом месте, значительно дороже, но, повторюсь, часто единственный выход из сложившейся ситуации. Поэтому возражение типа «лучше все снести и построить новый дом» не принимается. В итоге все выходит даже проще, чем казалось. Здесь действует старая народная мудрость. Глаза боятся, руки делают. Как такую задачу можно решить практически, расскажу вам в этой фотоистории. Итак, у нас есть старая деревенская изба, построенная в 50-х годах 20-го века. Мы купили ее вместе с небольшим участком для ведения подсобного хозяйства. Сразу сделали внутри ремонт, подключили воду, навели порядок на территории, построили дачный душ, туалет, завели кухню. Через пару лет решили пристроить к дому небольшую комнату. И вот тут начались непредвиденные трудности. Разобрав деревянную обшивку избушки, стало видно, что ее стены, сложенные из гревен, поедены жучками. В некоторых местах дерево превратилось просто в труху. Понятно, что делать пристройку к таким стенам неразумно, последствия могут быть самыми плачевными. Проще, а главное надежнее построить новый дом, хоть это и выйдет намного дороже. Так как в старом доме мы проводили и собираемся проводить вселетние месяцы, а строительство по плану займет не один год, избушку мы решили не разбирать. Планируется сначала возвести коробку, подготовить комнату, переселиться в нее и только после этого сломать стены и вынести их через оконные проемы. Первым делом сделали разметку и залили вокруг дома бутовый фундамент. Траншею копали около старого фундамента, следя за тем, чтобы ширина будущих комнат не превышала 6 метров. Это связано с тем, что доски для строительства пола и потолка, которые мы заказываем на ближайшей пелоране, имеют стандартную 6-метровую длину. Материал длиннее 6 метров стоит значительно дороже. Глубина фундамента 120 сантиметров, равная точке промерзания земли в нашем регионе. Ширина 40 сантиметров, высота цоколя 50. Чем выше высота цоколя, тем красивее будет смотреться будущий дом. Пока фундамент выстаивался, разобрали переднюю и заднюю террасы вместе с сенцами. Со стены избы сняли деревянную обшивку, демонтировали спутнику и тарелку, оставили только 4 стены старого дома вместе с крышей. Наша изба подключена к газоснабжению, поэтому разбирать пристройки надо аккуратно, не повредив газовые трубы. Впоследствии под них необходимо поставить надежные подпорки. В это же время проводим демонтаж освободившихся электрических розеток, переключаем систему электрификации внутрь старой избы. Фундамент высох, подготовительная работа закончена, и можно приступать к возведению новых стен. Материал из которого будет построен дом. Сосновый брус размером 15 на 15 сантиметров. При строительстве новых стен никаких проблем не возникает, но чтобы потом можно было заходить в старую избу, нужно вырезать дверные проемы. В этом месте появляется дополнительная статья расходов, демонтаж старой крыши. Сначала снимаем шифер, затем разбираем обрешетку, потом стропила. Для защиты от дождя накрываем избу толстой пленкой ПВХ, которую мы приготовили заранее. Наш дом отапливается печкой, переделанной на использование газовой форсунки. Печь мы решили пока не ломать, чтобы зимой отапливать помещение. Для увеличения тяги в основании кирпичной трубы была вставлена асбестоцементная, выходящая выше конька крыши. Чтобы она не мешала работам, мы ее обрезали болгаркой, используя диск для реза по камню. Вентиляционную трубу сломали полностью. Теперь для возведения новой двухскатной крыши ничего не мешает. Чтобы строительство кровли заняло как можно меньше времени, материал для ее изготовления нужно приобрести заблаговременно. В нашем случае она была построена за неделю, в течение которой прошел один небольшой дождик. Вовремя растельная пленка защитила потолок избы от протечек. Накрыв крышу рубероидом, забив фронтоны доской, строительство коробки нового дома можно считать завершенным. Чтобы в избе, которая находится внутри, было чуть больше естественного света, на месте предполагаемых окон можно бензопилой выпилить проемы. Вопрос с дымоходом решился следующим образом. В остаток азбистовой трубы вставили жестяное колено под углом 135 градусов. Удлинили ее с помощью прямых колен, подвесив их на проволоки, закрепленные на обрешетке, и вывели во фронтон крыши. Там установили еще один уголок и подняли трубу выше конька. Труба нигде не соприкасается с деревянными элементами, к тому же она почти не нагревается. Тяга позволяет печи работать в нормальном режиме, эффекта обратной тяги не наблюдается. Вот так мы и построили новый дом вокруг старого. Входим в него через дверной проем, выпиленный бензопилой. Дерево будет давать усадку в течение одного года, потом начнется отделка помещений. В это время мы будем пользоваться старым домом. Когда мы сделаем ремонт в одной комнате, перенесем вещи туда и уже потом сломаем старую избу, распилив стен бензопилой и выкинув их через оконный проем. Тем самым мы не выключаемся ни на один день из загородной жизни в связи с масштабным строительством. А на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, смотрите новые видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok